Это большая психологическая проблема всего общества. Всё общество больно сексуальным неврозом, сексопатологией, сексопсихопатой. Это всё общество. Почему? Потому что стыдно, неловко, непонятно и так далее. И вот это всё какое-то по умолчанию. Такая вот вроде бы сексуальная жизнь есть, но такая вот как бы... А вот хорошо или плохо, например. И дальше начинается катастрофа, потому что молодые люди уходят в порнографию. Это огромнейшая проблема. Сейчас прямо есть уже клиники специальные, которые лечат от зависимости от порно. Почему? Потому что если ребёнок с 13 лет начинает удовлетворять половую потребность, созерцая двухмерное изображение актрис этого высокого жанра, то он после этого, глядя на сверстницу, чувствует, что не так всё весело, как, в общем, здесь. И надо ещё какие-то усилия предпринимать, как-то с ней входить в какую-то дискуссиону. А тут, понимаете, включаешь, и она тонет, кричит, говорит, боже, как всё прекрасно. Да, ну вот. И это приводит к тому, что возникает эта зависимость. Сейчас люди моего поколения в России чаще занимаются сексом, чем молодые люди. Хотя у нас мужчин периода X, это поколение X, уже как бы и тестостерона меньше, и вообще всего меньше, и так далее. Но привычка, так сказать, формировали, так сказать. В общем, теперь держимся за неё. А молодёжь у них и нету, и неинтересно, и неувлекательно. Куча других раздражителей там и так далее. И это новая сексуальная проблема. Просто до тех пор, пока мы не думаем про сексуальность как про то, про что надо думать, чем надо заниматься, не в смысле в темноте, значит, тыркаться, а в смысле понимать, что это очень важная часть жизни, внутреннего самоощущения. Это один из основных источников получения той необходимой для нас гормональной и нейромедиаторной подпитки, которая просто необходима. То есть мы благодаря сексуальным отношениям у нас выделяются эндорфин, окситоцин, дефамин, серотонин, в зависимости от разных ситуаций. Вот, значит, это средство, которое предупреждает развитие рака молочной железы, простаты там и так далее. Вообще секс – это то, чем люди должны заниматься из медицинских показаний. Это я уж выступаю как уролог, я все-таки врач общей практики до того, как стал психиатром. Поэтому, да, ну то есть это вообще такая важная вещь. И надо уметь получать удовольствие. Проблема создает в том, что получать удовольствие от этого как-то чего-то, как-то не пошло. Вот, именно из-за вот этого невроза и этого неумения говорить, обсуждать. Да, значит, ну какие здесь проблемы? Значит, главные проблемы, они связаны с эректильной дисфункцией у мужчин. Значит, ну, это называется импотенция. Я это слово не люблю, потому что истинный случай, истинной импотенции являются казуистикой. Вот, то есть это, значит, очень редко встречаются. Хотя многие мужчины испытывают сложности с сексуальным возбуждением в рамках своих обычных сексуальных отношений с партнершей. При этом у них может сохраняться утренняя эрекция, при этом у них они могут сам удовлетворяться прекрасно. Но в отношении их с партнершей у них не возникает эрекция, и они начинают это воспринимать как, как бы сказать, как проблему. Дальше они идут к тем самым урологам. Урологов беда. Я очень люблю урологов на дистанции, вот, но у них беда, у них мало болезней. У психиатра уже побольше, вот. У нас тоже не это, но как бы побольше. А у них мало болезней. Ну, просто вот, ну, и только надо простатит есть. И надо его лечить, потому что он всегда есть. Вот, он у всех, если захотеть, можно найти. Вот, да, и, значит, как объяснить, что что-то не работает? Объясняют всё простатитом, лечат его. Вот, поскольку он есть у всех, вы понимаете, что он неизлечим. Всё превращается. А мужчина-то в тревоге. Вот, и на самом деле главная проблема – это тревога. Главная проблема вот этой психологической импотенции, этих проблем с эректильной дисфункцией, эректильной дисфункцией как таковая, и она вызвана действительно страхом, потому что мужчина опасается. Вообще, это же, как бы, не мужественно, во-первых, не возбудиться. Потом это, как бы, показатель какой-то твоей слабости. Вот, потом, как бы, ты же должен как-то демонстрировать вообще мужчины, они всё меряют, так сказать, достоинством своим внутренним. Так сказать, есть сенс, ну вот, значит, табель о рангах, так сказать, внутренние. Они меряют все, чтобы у них было не меньше, понимаете. А если больше, вообще огонь. Вот. Хотя, как бы, на самом деле, с определённой, в общем, не такой большой величины это превращается в большую проблему, вот, потому что для, не все женщины способны выдержать это счастье, и само это устройство начинает не так хорошо работать, если оно превышает сильно 20 сантиметров, ну, не сильно, а хотя бы. Ну, вот, поэтому, в общем, короче говоря, с этим есть масса нюансов. Я не буду сейчас во все подробности включаться, а то Остапа понесёт столько историй, и вы слышите, что страшное дело. Да, вот, да, врачи, они такие, вот. В общем, короче говоря, почему-то я про это, 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 вот. Что же у меня была мысль? Сейчас я расскажу, я соберусь, у меня мысль была. Да, короче, да, это стревога, значит, не происходит, как бы, в какой-то момент возникает страх. Страх является в случае мужской сексуальности эмоцией, которая вытесняет сексуальное возбуждение. Значит, то есть, по сути, когда мужчина начинает тревожиться, что у него не встанет, то вероятность того, что у него встанет, начинает стремительно снижаться к нулю. И дальше возникает патологический порочный круг, страх, что он окажется импотентом в постели. Вот, после этого этот страх начинает его гложить, он начинает, хотя ему не нужно совершенно принимать препараты, которые сейчас очень модно, всякие виагры, и дальше пошли всякие разные препараты этого типа для повышения эрективной дисфункции, для решения этой проблемы. Вот. Она психотерапевтическая. Проблема в тревоге, в страхе, что у тебя что-то не получится. У женщин, к сожалению, страх тоже может стать проблемой, которая приводит, в общем, к разного рода. К энергозмеи, да, неспособностью пережить оргазм. Это может привести к болезненным ощущениям в половых органах во время полового акта. В общем, короче говоря, тревога, она может быть очень такая, как бы, эта палитра может быть дополнена чувством, там, где-то отвращения, где-то презрения, где-то еще что-то. То есть она такая сложно организованная. Но вот этот клубок негативных переживаний, который может начать испытывать женщина при, после каких-то дискомфортных или психологически неприятных сексуальных отношениях, которых, к сожалению, сейчас все больше и больше, вот, это может, собственно говоря, стимулировать вот эту проблематику. В общем, если мы говорим про сексуальные проблемы, есть проблемы, связанные с особенностями сексуальности, сексуальности, да, там, с гиперсексуальностью, с, как бы, с, там, ну, различными особенностями, опять же, теми же садомасхистическими какими-то склонностями, там, и так далее. Вот. Это отдельный пласт, мы сегодня не будем в него далеко ходить. Вот. Но если мы говорим просто про качество сексуальной жизни, что же такое хорошее сексуальное состояние? Это когда вы чувствуете полную раскрепощенность, когда вы чувствуете полную свободу, когда вы ощущаете полное доверие, когда вы способны обмениваться нежностью, да, когда вы способны обмениваться удовольствием. И это вы можете делать только в том случае, если вы не испытываете тревоги, если вы не испытываете внутреннего напряжения, если вы умеете полноценно расслабляться, если вы умеете чувствовать момент, да, то есть, ну, что там, женщины начинают проигрывать, как они выглядят со стороны. все в этот момент они теряют всякое сексуальное возбуждение мужчины начинают думать их достаточно ли они хороши или недостаточно кончила она уже ли не кончила там и так далее это тоже все счастье пропадает вот эти все заморочки тревожного их много очень кончу недолго не кончу кончу и не кончу 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 быстро все это вот это и так ну и все куда не кинь везде клин и в основе этого всегда тревога вот поэтому умение работать собственным эмоциональным состоянием умение быть внутренне свободным не испытывать ощущение скованности подавленность ощущение уверенности в себе это ключевые вещи которые необходимы нам всем страдающим от этого тотального сексуального невроза порожденного сначала комплексами викторианство потом там советской морали и прочего прочего всякого безобразия заканчивая проблемами нынешнего времени вот этого гиперстимуляции порнографическими образами этим гиперстимуляции вот этими какими-то и и идеалами эталонами которые все должны соответствовать да при этом понятно что мы соответствует им не можем вот все чего-нибудь там кто вообще они даже кино все снимают по хитро что показать и пока лишь продумано все они же кино там режиссура вот вы что режиссура поизвестно сказать вот да и все живут в этом да поэтому справляться с этими психологическими проблемами это ключевая вещь и когда мы на курсе со шаг за шагом проходим шаг за шагом все упражнения которые помогают человеку почувствовать себя более свободным более раскованным понимающим свои истинные потребности свои истинные желания мы меняем не только там жизнь и отношения с другими людьми которые тоже часто полны тревоги не только избавляемся от каких-то невротических страхов мы на самом деле получаем очень эффективный ресурс улучшение качества отношений сексуальных переживаний и отношений сексуальным партнером вот и это отдельный такой профит который получают участники курса шаг за шагом потому что управление собственными эмоциями это не просто контроль над своими эмоциями это на самом деле ощущение себя комфортно внутри тех эмоциональных состояний которые дают нам ощущение качества жизни потому что надо же не только справиться с тревогой тогда нужно еще научиться получать удовольствие это это навык потому что все это в конечном итоге нейронные связи все это связаны с друг другом нервные клеточки и удовольствие это связь соответствующих нервных клеточек друг другом и чем вы как бы сказать больше над этим работаете чем правильнее вы эту работу осуществляете тем эта связь плотнее тем удовольствие больше тем соответственно больше вырабатывается нейромедиаторов которые и циркулируют удовольствие внутри вас